Катерина Нойманова, одна из сильнейших лыжниц. Одна из сильнейших лыжниц этой команды. Итак, старт. Ольга Данилова стартует в середине этой группы. Первый номер команды России, второй Норвегии, третьей Италии, четвертой Финляндии, шестой Швеции. Вот, собственно, то, что нас интересует в первую очередь. Итак, проходит внизу под нашей комментариевской кабиной. Совершенно правильно, шведка впереди. И Ольга Данилова встала за ней. Встала за ней, не спеша. Итальянка Джуди Дель Сасса идет сейчас пока на четвертой позиции. Ольга Данилова, молодец, молодец. Вот здесь на... Чуть-чуть она убежала. На второй позиции, да. На снег, особенно после таких оттепелей, когда было 15 градусов тепла, снег просел, и вот вся эта грязь, которая собирается от выхлопов этого завода, она осталась на снегу. И мне показывали наши тренеры, Александр Лопухов показывал лыжи Елены Вяльби. И вы знаете, ну первая треть лыжи просто черная. Проводишь пальцем, и на пальце остается грязь, маслянистая грязь, которая не дает возможности скользить по снегу. Буквально в нескольких метрах выше, чем лыжный стадион. И будет выкатываться на финиш. А вот теперь, да, теперь отставание. Итак, Лариса Лазутина. Лариса Лазутина, трехкратная чемпионка мира. Здесь уже в Тандербей. Первый уходит в эстафетной гонке 4 по 5 километров. На втором месте команда Норвегии. Отставание, смотрим. 14-15 секунд. 15 секунд это не очень много. Это не очень много и не очень большой запас, потому что здесь идет Ингер Хелена Нюбратан. Команда Швеции на третьем этапе. На третьем месте. 30 секунд. Россия, Норвегия, Швеция, Швейцария. Это после первого этапа по женской эстафеты 4 по 5. В нашей команде, я уже говорил, на третьем этапе сейчас готовится к старту Елена Вяльби. И на последнем заключительном пойдет Нина Гаврилюк. Четвертый старт Ларисы Лазутиной. После ее блистательной победы в комбинации, я подошел к ней и записал интервью для радио на маленький репортер. И вы знаете, она сказала, что она сама не ожидала такой прыти от себя. Но самая главная гонка для нее, как сказала она, проходит сейчас Лариса Лазутина над лыжным стадионом. Сейчас будет поворот и выход сюда к стадиону. Вот она появляется. Елена Вяльби в коридоре. Коридор для передачи эстафеты. И Лариса Лазутина должна обязательно до нее дотронуться. В этой отметке в коридоре 20 метров. Елена Вяльби. Хорошее преимущество Елена Вяльби может спокойно, ну достаточно спокойно раскладывать свои силы по трассе. 43. Почти 50 секунд. 51 из 6. 35 секунд выиграла Лариса Лазутина. Униу Братен из команды Норвегии. Третью ходит шведская команда. 56 секунд. Здесь от команды Швеции пошла Антонина Ордена. Мануэл Деченто. Которая справилась со стартовой нервозностью. Вырвалась из этой большой группы лыжниц на стартовом стадионе. Спокойно встала на лыжню. А затем и возглавила гонку. И я думаю сейчас... Антонина Ордена сейчас обошла норвежскую лыжницу Эллен Нильсон. Это произошло где-то через полтора километра после старта. Вот она сейчас на ваших экранах. И пытается оторваться от команды Норвегии. Габриэла Парузе. Вы знаете, я всегда говорю, что эстафетная гонка непредсказуема. А вот теперь посмотрите. Антонина Ордена сумела таки оторваться от Эллен Нильсон. Спешит Елена Вяльби. Спешит, потому что последний, заключительный этап. Вот она появилась на лыжном стадионе. И Нина Гаврилюк ждет ее в этом коридоре, 20-метровом коридоре. Для передачи эстафеты Елена Вяльби должна ее подтолкнуть или дотронуться до нее. Вот она ее толкает. И на последний этап уходит Нина Гаврилюк. На последнем этапе за команду Швеции бежит Аннет Фанквист. Новая лыжница в сборной Швеции. Справочники ее вообще нет пока. Команда Норвегии. За команду Норвегии на последнем этапе пошла Аннита Гуйдон. Все, что могло... Стефания Бельмондо. А все здесь на стадионе уже ждут Нину Гаврилюк. Вот она появляется здесь. И уже совершенно спокойно катит на финиш. Теперь уже роли не играет. Сколько выиграет Лариса Лазутина? Стоит, дожидается Нина Гаврилюк. Это будет ее четвертая золотая медаль здесь. И вы знаете, мне кажется, у нее хватит сил. И она на хорошем подъеме сейчас психологическом. И не только психологическом. Для заключительной гонки. Гонки на 30 километров. Я не помню чемпионата мира за последние 20 лет, чтобы одна лыжница, лыжница из одной страны завоевала 4 золотых медали. Это сделала Лариса Лазутина здесь в Стандербее в 95-м году. А это финиш команды России. Елена Вяльбе ее встречает. Елена Вяльбе, Ольга Данилова, Лариса Лазутина. Все они здесь. Вся четверка. Наша четверка золотых лыжниц. А вот что же будет со вторым-третьим местом? Совсем не хватает сил уже у шведской лыжницы Аннет Фанквист. И Аннет Гуидон. Посмотрите, разница между ними буквально 5 метров. Догонит или нет? Догоняет, 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 потому что это уже последний вот заключительный кусочек дистанции. Здесь над лыжным стадионом проходит мостик. И сейчас поворот и выход на стадион. Ну, вот как я и говорил с самого начала. Все будет решаться вот здесь. Ну, теперь. Теперь норвежке нужно уйти в сторону и попытаться обойти шведскую лыжницу, что она и делает. И на последних метрах... Нет, не успевает. Или успевает, не вижу. Успевает два последних мощных толчка палками. И обе падают в изнеможении. Шведская лыжница, по-моему, даже на ногах стоять не может. Ее поддерживают тренеры и подруги по команде. Вот, посмотрите, заключительные метры. Последний практически метр. Гонки на 20 километров. Эстафета 4 по 5. И только последний метр определил, кто же завоюет серебряные, а кто бронзовые награды. Финиширует Стефани Бельмондо. Команда Италии четвертая. Команда Италии четвертая.